Привет народ, как дела? Покатал недавно на Т-42, ща поделюсь с вами своими мыслями по этому танку. А вам приятного аппетита и не забывайте писать комментарии. Итак, Т-42, что это такое? Это премиумный танк 8 уровня средний. Также у него есть стили и камуфляжи, приуроченные к сериалу пацаны. И еще пару слов про этот бой, который вы видите на фоне. Это один из первых боев на этом танке, после того как был большой перерыв. Первый раз я на нем покатал, когда его первый раз начали продавать, это было давно. Потом я на нем не играл, потому что он не интересен. Но сейчас, поскольку уже по сути на всем, чем можно было взять три отметки на премтанках я взял, уже даже начал играть потихоньку на всяких конченных танках. Вот я и добрался до Т-42. И в этом втором бою, после долгого перерыва, я просто забыл поставить галочку, чтобы расходники пополнялись. Поэтому в этом бою я играю без ремок, аптечек и до пайка. Повезло, что этот бой против шестерок. Но также не повезло, что в начале боя я слил все хп, поскольку обычно средние танки успевают проехать нормально, но давайте переходить уже к самому танку. Почему я на нем слил все хп и никуда не успел? Да потому, что он не едет. У него удельная мощность не очень. Да и максимальная скорость не особо-то большая. Поэтому в скором времени, после этого боя, я поставил турбину и с ней он стал ездить чуть лучше, но в целом все равно быстрым его не назвать. Поэтому первый из минусов это то, что он плохо ездит. Второй из крупных минусов этого танка пробитие основным снарядом 190. Так мало того, что пробитие 190 ББшкой, она еще и медленно летит. Это вдвойне ужасно. Ни пробитие, не скорость полета снаряда, это просто жесть. По сути, тут фармерские способности этого танка можно уже перечеркивать, закрывать и для фарма этот танк покупать не стоит вообще ни в каком случае. Обзор у этого танка нормальный, 400 метров. Можно как бы посветить и по своему засвету тоже стрелять, чтобы фармить серебро. Но в кого ты будешь стрелять с пробитием 190? В шестерке? Да, в семерке? Да уже не во все. В восьмерке я молчу, в какие восьмерки в борща? В общем и целом на этом танке ББшек нужно возить чуть больше, чем фугасов. Поскольку ББшками пробиваются практически те же самые танки, что и фугасами. А вот на подкалибере пробитие 268. Он быстро летит, у него нормальное пробитие, как для среднего танка. И на этом снаряде этот танк более-менее играбельный, но... Урон в минуту 1846. Кто-то говорит, что это плохой ДПМ, но по сути он примерно такой же у всех СТ-8. У кого-то чуть больше, у кого-то чуть меньше. Но он практически у всех в районе 2000, поэтому здесь никакой новости нет. Тем более здесь альфа 280, не 240, не 220. Но нельзя сказать, что у него классный ДПМ или классная альфа. Пробитие тоже классным не назовешь. Стабилизация вроде норм, но как только корпус поворачиваешь, кружочек сразу же становится большой. Вдаль с такой стабилизацией не постреляешь. Но благо сведения 2 секунды. Вот здесь 2 секунды прям классно. Сводится он очень быстро, если с доппайком дома 1.9 вообще молниеносно. Вроде на нем приятно стрелять. За счет того, что быстро сводится, а стабилизация не самая плохая. Вроде бы альфа 280 тоже норм. Но когда на этом танке начинаешь играть, понимаешь, что совокупность всех обычных параметров делает этот танк просто обычным. 400 обзор на 8 уровне, а у кого из СТ он не 400. Сколько там? 380. Да какая разница? Все равно ты на этом танке будешь ездить скорее всего без просветленки. А поставишь турбину. Поэтому феноменального обзора не получится. И то, что у него обзор большой, мне кажется, так и должно быть. Поскольку обзор это самое последнее, что хочется улучшить на этом танке. Вот удельная мощность 14.8 и максималка 50 вперед, которую он разогнать сам не может. Только если со скалы сбросится, только тогда он будет лететь 50. Вот скорость улучшить хочется турбиной. Хочется улучшить стабилизацию, чтобы на ближней дистанции стрелять без сведения. И давать свою альфу. Также у танка есть броня, но насколько же тяжело ей пользоваться. Танк очень короткий и выставлять борт тяжело. Также есть броня во лбу башни 200 мм. Но что такое 200 мм? Кто ее будет не пробивать? Шестерки? А на башне есть лючок, который пробивается легко всеми. По сути, даже если ты не пробиваешь лоб башни, ты можешь пробивать лючок. Лоб корпуса пробивается легко. Только в борту можно там какие-то углы понаставить и что-то потанчить. Но это будет настолько сложно, что скорее всего вы поставите неправильный угол и вас пробьют. Танк очень короткий, маленький. Внутренние модули все понапиханы очень близко. Гореть, взрываться, ломаться и умирать членам экипажа суждено каждый бой. По сути, ярких параметров у этого танка нет. Это был бы хороший льготный танк. Прямо отличный. Против шестерок, семерок и уже даже с трудом против восьмерок на нем играется нормально. Против девяток, десяток ему нечего делать. Он не какущий. По сути, это просто льготный танк, но который иногда попадает к десяткам. Против шестерок на открытых холмистых картах играть на нем легко, поскольку и люди там играют, не особо потея. И танчики там пробивать легко. Куда попал, туда и пробил. Против такого на таком танке играть нормально, но даже в таких боях на нем играть скучно. Даже в таких боях, чтобы набить нормальный урон, вы будете весь бой стрелять, 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 стрелять. Пока со скуки не умрете и там уже где-то на границе предела скукоты, вы набьете там эти 3000 урона. Честно говоря, для меня этот танк максимальная скукота. Он не интересен абсолютно. Мне кажется, даже какой-нибудь револьвер, старый, забытый, никому не нужный, с оборудованием 2.0 и полевой модернизацией смотрелся бы интересней. Там есть альфа, скорость полета снаряда, сейчас много всяких ЛТшек, быстрых колесников, а на быстром подкалибере, наверное, было бы прикольно их бахать. Добавить ему скорости и ездить выдавать свою альфу. Плюс там есть УВНчики, все удобно. Брони там нет, но по сути у этого танка ее тоже нет. Он так редко танкует, что ты просто удивляешься, типа, что не пробил? Ну ты молодец. Рекомендовать этот танк покупки я не могу. Я даже не могу придумать для чего он. По сути, как и все танки, которые приурочены к какой-то коллаборации с чем-нибудь, в World of Tanks они все слабы. Т-42, Прима Виктория, СТРВК, ТЛ-1 ЛПЦ. По сути, эти все танки являются слабыми. И все они являются коллаборацией с чем-нибудь. Даже стили там, которые приурочены к чему-то там непонятному, на Т-54 первый образец и на ТС-5, эти танки тоже имбой не назовешь. Первый образец, так тем более, это еще тот льготный танк без льготного уровня боев. А ТС-5 это просто ПТ-шка премиумная в балансе на восьмом уровне. Ее ни имбой, ни плохим танком не назвать. Просто она по статистике такая же как все. Даже на ошибку какую-то похоже. Единственная неплохая коллаборация в картошке и то имбовой ее не назовешь. Возвращаемся к Т-42. Вывод простой. Танк скучный, пресный, слабый, никакой. Обычный, льготный, нельготный танк. С вами был Арчик, играйте красиво. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok